приветствую вас дорогие друзья вы на канале smart life в этом видео я познакомлю со смартфоном у которого 6 гигабайт оперативной памяти это verni mars pro стоимость которого сейчас составляет всего лишь 180 долларов можно сказать это самый бюджетный смартфон с таким количеством оперативной памяти не знаю конечно зачем им столько нужно но теперь уж точно можно забыть зачищение приложения из памяти еще данный аппарат выделяется необычным расположением сканер отпечатков пальцев на боковой грани и корпус у него цельнометаллический в общем на бумаге аппарат очень интересный давайте посмотрим каковы еще его плюсы и в чем кроются недостатки все необходимые ссылки где можно приобрести данный аппарат по самым низким ценам размещены как обычно внизу в описании но мы начнем с комплектации смартфон приходит такой вот белой коробочке сзади написаны технические характеристики внутри естественно находится наш смартфон изначально на нем спереди была наклеена и сзади транспортировочная пленочка я ее уже снял под транспортировочная есть одна защитная то есть клеить вам изначально ничего не придется далее тут у нас какой-то гарантийный талончик инструкция на английском языке можно ознакомиться и на русском в том числе usb type-c шнур то есть здесь у нас разъем usb type-c не нужно выбирать какой стороной заряжать смартфон а скрепочка для извлечения лотка под sim карты и зарядное устройство зарядное устройство у нас 9 вольт 2 ампера либо 12 вольт полтора ампера за полтора часа смартфон полностью заряжается это очень хорошо то есть быстрая зарядка поддерживается и все больше комплектации ничего нет но хоть зарядное устройство хорошего уровня так что небольшой плюсик все же я поставлю за комплектацию смартфон продается в двух цветовых решениях сером и черном как у меня а значит диагонали уставляет пять с половиной дюймов с full hd разрешением спереди стоит стекло с применением технологии 2 и 5d то есть загнутая края стекла вверху расположилась фронтальная камера разговорный динамик различные датчики и трехцветный индикатор событий при зарядке у нас оранжевый светодиод мигает во время пропущенных синий и когда смартфон разряжен красный светодиод начинает сигнализировать о разряде батареи на верхней грани стандартный джек для наушников 3 5 миллиметра внизу у нас отверстие под разговорный микрофон перфорация под основной динамик и разъем usb type-c на левой грани у нас расположился комбинированный лоток под сим-карты формата 2 micro sim точнее micro sim и nano sim либо micro sim и micro sd карточку можно поставить лоток у нас цельнометаллический выполнен полностью из металла а с правой стороны у нас расположилась кнопка включения выключения регулировка громкости и сканер отпечатков пальцев расположился на боковой грани немного непривычное решение в этом есть и плюсы и минусы об этом скажу немножко позже значит она сзади у нас расположилась основная камера двухцветная светодиодная вспышка здесь логотип компании верни да и все значит смартфон у нас выполнен полностью из металла то есть у нас цельнометаллический смартфон только вот видите есть такие две полосочки внизу и вверху пластиковые для улучшенного приема сигнала значит габариты аппарата составляют то есть 74 миллиметра на 151 и при толщине 7,6 миллиметра и весит он 161 грамм легкий довольно таки смартфон и тонкий это ощущается значит ничего у нас не хрустит не люфтит кнопочки не болтаются кстати выполнены они из металла в общем по поводу внешнего вида и сборки нареканий никаких нет телефон работает под управлением 7 андроида с поддержкой беспроводного обновления на момент записи видео пока обновлений никаких не приходило значит прошивка у нас мультиязычный перевод на русский процентов на 99 где-то так давайте быстро пробежимся по нашей прошивке первых забыл сказать что у нас на экранные сенсорные кнопки это многих уже может отпугнуть но слава богу на экранные сенсорные кнопки хорошо настраиваются под себя таким вот образом они нас прячутся таким вот образом поднимаются и вот видите верхнюю шторку можно быстро опускать с помощью такой вот кнопочки то есть лично мне нравится вот такие вот на экранные сенсорные кнопки так это у нас быстрый доступ к камере двойным нажатием кнопки питания что у нас здесь различные кита жесты присутствуют это у нас когда не телефон экрана вниз выключить звук можно скриншот у нас тремя пальцами можно делать так это у нас какой-то он режим в кармане если телефон карман положили чтоб ничего у нас не набиралось далее тут у на строку состояния верхнюю шторку можно настраивать под себя таким вот образом то есть здесь включать выключать экрана у нас присутствует ночной режим можно включать видите таким вот образом также это нас индикаторы событий можно включать выключать и трансляция то есть вай фай монитор тут нас присутствует значит верхняя шторка выглядит вот таким вот образом лаунчер на стандартный ничего не подтормаживает естественно все работает шустренько есть кнопочка меню где располагаются все основные приложения. YouTube, PlayMarket, FM-радио, все здесь предустановлено. Проверил телефон на вирусы, вирусов тут никаких нет. Проверим работу сканера отпечатков пальцев. Процент попадания довольно-таки высокий, скорость распознавания тоже достаточная, но хотелось бы шустрее. Вот в чем кроется минус, то, что когда берешь другой рукой, вот здесь всего лишь, по-моему, 5 попыток на распознание, то есть другими пальцами нажимал, все, видите, заблокировалось. Только надо будет рисовать графический ключ. То есть часто бывают другими пальцами. Распознает сканер отпечатков пальцев и блокируется. Значит, по поводу процессора. Телефон работает под управлением процессора Helio P25. Это у нас 64-битный, 8-ядерный процессор, рабочий на максимальной атактовой частоте 2400 МГц. Выполненный по 16-ти на метровому техпроцессу. Значит, разрешение Full HD, 5,5 дюйма в плотность пикселей, вставляет 401,5. 480 это неправильно. Значит, оперативной памяти у нас всего 6 ГБ, из них свободно 4,650 под различные приложения. Постоянной памяти всего 64, но изначально доступно 53 ГБ. Все остальное занимает система. В Antutu телефон набирает 64742 баллов. В Geekbench 803T 3718 баллов. В Epic Цитдель выдает 47,8 кадров в секунду. На ультравысоких час игры результат 48. То есть, тродлинга тут у нас никакого нет. Процессор не греется, так-то его часто не сбрасывает. Это хорошо. Мультитач у нас здесь на 10 касаний с сенсором. Все замечательно, никаких глюков нет. По поводу датчиков, тут у нас естественно акселерометр, магнитный датчик, то есть компас присутствует. Гироскоп тоже здесь есть, это хорошо. Датчик ориентации тоже присутствует. Ну и естественно, тоже датчик приближения, корректно работающий хорошо, отзывчивый. И датчик освещения, то есть с датчиками здесь полный набор. Wi-Fi через три стены пробивает без проблем, как видите, очень хороший показатель. Bluetooth через три стены пробивает тоже хорошо. Функция OTG поддерживается, то есть можно через такой переходник подключать флешку, мышку и клавиатуру для вывода печати, принтер для вывода печати. Теперь по поводу экрана. Экран у нас смотрится IPS, OGS, то есть воздушной простойки между тачным дисплеем нет. Давайте посмотрим углы обзора, довольно-таки хорошие углы обзора. Ну ощущается, что у нас OGS экран. Вот запаса яркости на солнце, как по мне, немножко не хватает. Ну а вот минимального запаса яркости, то есть ночью, можно пользоваться комфортно. Телефон работает во всех доступных сетях 2, 3 и 4G с поддержкой Band 7 и 20. Качество разговорного динамика и микрофона на должном уровне, никаких проблем замечено не было. А звучание в наушниках тоже хорошего уровня, отличается от бюджетной категории. Если у вас хорошие наушники, будете в целом музыкой довольны. Давайте проверим наш внешний динамик. Неплохой внешний динамик, удачное расположение, не репит, не хрипит и довольно-таки громкий. Конечно, низких и средних частот не хватает, но в целом неплохой внешний динамик. Произведем GPS-тест нашего телефона. Сегодня у нас такая переменная облачность, немного солнцевых выходит, немного тучки. Как видите, спутники ловят хорошо. Есть поддержка как GPS, так и GLONASS. В общем, порядка 10-11 спутников у меня ловило. Посмотрим на экран при прямых солнечных лучах. Скажу вам честно, запасы яркости не очень много. Пользоваться, конечно, можно, но хотелось бы больше. А так, в целом, что с GPS, что с экраном, все на хорошем уровне. Поиграем в GTA San Andreas. Как видите, графика выставила на полный максимум. Давайте посмотрим, как у нас телефон будет справляться с этой игрой. Вы знаете, отлично справляется. То есть, никаких микрофризов не проскакивает. На максимальных настройках можно играть без каких-либо проблем. То есть, с этой игрой телефон справляется на хорошем уровне. Проедемся в Asphalt 8. Графику тоже выставил на полный максимум. Давайте посмотрим, как у нас телефон будет справляться с этой игрой. Отлично справляется тоже. Никаких микрофризов не проскакивает. То есть, можно играть долго, комфортно. Эту игру тянет телефон без каких-либо нареканий. Какой можно подвести итог? То есть, игры типа Asphalt 8, Asphalt Extreme, GTA San Andreas без проблем будут идти на максимальных настройках графики. Простенькие игры, естественно, там тоже без проблем будут все идти. Ну, а вот танчики, там только средние настройки графики. Максимальные настройки графики, увы, телефон не тянет. То есть, в принципе, аналог Snapdragon 625 в игровых возможностях. По поводу нагрева, значит, корпус задняя часть 41 градус. Не сильно много, но как-то, вы знаете, через металл тепло ощущается, передается 41 градус. Вот. А по поводу нагрева, процессора 58. Все в пределах нормы. Проверим яркость нашего фонарика. Хороший фонарик, то есть, два светодиода. Мощные, хорошие и проблем никаких не вызывают. По поводу камеры. Камера у нас имеет такой вот немного непривычный интерфейс. Тут у нас HDR, куча различных там фотофильтров, панорама присутствует. Можно делать снимки в RAW формате. Это хорошо, тоже мне понравилось. Значит, основная камера у нас на реальные 13 мегапикселей. Сенсор от Sony IMX 258 делает снимки на достойном уровне. Это ощущается в темноте. Давайте посмотрим, сделаем снимок. Фокусироваться не нужно. Камера сама ловит фокус. Видите, сфокусировала, сделала снимок. Снимки получаются не пересвеченные, на достойном уровне. То есть, в принципе, основная камера хорошего уровня. Фронтальная камера у нас на реальные 5 мегапикселей. Сенсор от Samsung S5K5E2 тоже на достойном уровне. На реальные 5 мегапикселей. Далее смотрите примеры фото и видео и оценивайте сами. Произведем тест камеры нашего телефона. Запись видео производится в 4K разрешении. Фокусировка есть только по тапу. Автоматической фокусировки у нас нет. Цветопередача вроде корректная. Все в порядке. В телефоне присутствует электронная стабилизация. То есть, при ходьбе картинка держится на более-менее хорошем уровне. Это ощущается. Камера у нас на реальные 13 мегапикселей. Никакой интерполяции тут у нас нет. Проверим цифровой зум. В 4 раза, смотрите, такого уровня картинки получается. Но видно, что камера у нас хорошего уровня. Не какая-нибудь бюджетная. Протестируем камеру при недостатке освещения. Давайте посмотрим, что у нас с фокусировочкой. Все быстро, без каких-либо нареканий. Смотрите, никаких рывков. Все плавненько. Теперь вообще выключу свет. Замерите, в полной темноте, как ведет себя камера. Да тоже на хорошем уровне. С фокусировкой все в порядке и никаких рывков. Все у нас плавно. Теперь включим вспышку. Яркости ее достаточно как для дальнего объекта съемки, так и для ближнего. То есть, со вспышкой все у нас можно снимать без проблем. Субтитры сделал DimaTorzok Заявленная емкость несъемного аккумулятора составляет 3500 мАч. В реальности USB-тестер у меня показал результат 3153. Округлим в большую сторону, пусть 3200. Как минимум на 300 мА нас обманули. Час просмотра видео в виде качества по Wi-Fi на YouTube при средних настройках яркости посадил телефон на 15%. Час игры опять-таки при средних настройках яркости садят телефон на 22%. Довольно-таки неплохой результат благодаря энергоэффективному процессору, выполненному по 16-метровому техпроцессу. То есть, на день среднеактивного пользования вам его будет хватать без проблем. Ну что ж, друзья, давайте подведем итоги по нашему смартфону. Для этого, как обычно, воспользуемся нашей таблицей со всеми характеристиками. Начнем с положительных моментов. Это, конечно, 6 ГБ оперативной и 64 ГБ постоянной памяти. Далее, энергоэффективный процессор Helio P25, цельнометаллический корпус, большое количество датчиков, компас, гироскоп, индикатор событий, поддержка функции OTG, камера у него хорошего уровня, ну и интересное расположение сканера, отпечатка пальцев. К минусам я бы отнес на экраны сенсорные кнопки и запаса яркости на солнце дисплей немножко не хватает. В общем и в целом смартфон получился более удачным, чем его предшественник. И лично мне он понравился. Большое всем спасибо за внимание. Не забывайте ставить лайки, если данное видео вам понравилось. Подписывайтесь на канал, если еще не с нами. Но я буду готовить для вас обзор настоящего лопатафона от Xiaomi, который реально очень похож на верни марс про, либо верни марс про на него похож. В общем, ждите. В скором времени сделаю обзор. Всем удачи и до скорых встреч в будущем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова